Ассоциация рекламистов Красноярска просит городские власти ввести временные моратории на демонтаж счетов, у которых закончились разрешения на эксплуатацию. Продлить их и бизнесмены попросту не могут, пока не утверждена схема размещения уличных конструкций и не проводятся аукционы. По словам рекламистов, они попали в юридический тупик. Наталья Истомина разбиралась в ситуации. Есть слово. Красноярские рекламисты написали письмо главе города Дхаму Акбулатову. Они просят его временно приостановить снос счетов, у которых истек срок разрешения. Бизнесмены считают, на это есть объективные причины. Из письма ясно, что бизнесмены попали в юридический тупик. В мае в этой сфере изменилось законодательство. И оно гласит, что краевое правительство должно определить орган, который будет согласовывать схему и время размещения счетов. А до этого момента проводить аукционы нельзя. А вот демонтаж продолжается. Руководители рекламных агентств возмущены этим фактом. Других субъектов, таких как Москва, Петербург, там ситуация такая же. И власти не производят демонтаж. Условные в Москве в ближайшем будут проходить в августе. До этого срока демонтажные конструкции, которые были установлены по разрешениям, срок, который закончил метро, сносили только самовольно на настоящие конструкции. Депутаты горсовета уверены, нужно либо ускорить принятие соответствующего закона, либо наложить мораторий на снос конструкции, у которых вышел срок разрешения. Нет никакого смысла кошмарить этот малый рекламный бизнес, который платит налоги, создает рабочие места, в то время как нет закона, нет схем размещения рекламных конструкций, не назначены аукционы. То есть в этом нет никакой логики. То есть можно, конечно, оправдать это необходимостью соблюдения требований законодательства, но логики и целесообразности в этом ровно ноль. Управление наружной рекламы сегодня заявили, что понимают всю сложность ситуации, и потому решили пойти навстречу бизнесу. Мы приняли следующее решение. Ну, во-первых, те места, на которых планируется проведение торгов, и сейчас стоят конструкции, демонтажи по этим местам не проводятся. Однако есть места, в которых необходимо проводить демонтажи. Мы приняли решение очистить от крупноформатных конструкций центральную часть города. Это улица Карла Маркса, на которой в настоящий момент, если брать всю центральную часть города, максимальное сосредоточение крупных конструкций. Решение остальных вопросов будет отложено как минимум до осени, когда краевое правительство утвердит структуру, которая будет согласовывать схему и сроки размещения счетов. После того, как закон примут, снова начнутся аукционы. Я предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontovo.ru. Ну, а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 29 29 115. Наталья Истомина, Дмитрий Кутько. Афонтово новости. Дмитрий Кузьмин, Дмитрий Кузьмин, Дмитрий Кузьмин.